Ну а пока у меня все грузится, Андрей спросил вопрос по поводу ситуации на рынке оказания услуг по настройке продвижения в Яндекс.Дирекции с кризисом. Какова общая тенденция? Не могу говорить за конкурентов. Конкуренты почему-то все жалуются. Ну не все, конечно, но жалуются почему-то и отток. Ну не сказал бы, что очень большой отток. Может быть он и есть, но не такой уж критичный, чтобы об этом говорить. Ну и по статам, опять же Яндекс, Wordstat и того же, ну можно проанализировать, посмотреть, что все равно список рекламодателей пока растет. Поэтому проблем нет. Так, сейчас у меня загрузится скайп. А то, а, вообще я могу анкету участников открыть. Не, не получится, надо вам ее продемонстрировать, а то вы меня потом будете обвинять в подлоге. Так. Постоянная проблема с AdWord, запускаем компанию и через одну-две недели блокирует. Четыре аккаунта в топку. Ну, значит, два варианта. Либо ты что-то нехорошее рекламируешь, за что тебя блокируют. Ну а если все окей, тогда никаких проблем, позвони им и спроси. Ну а если незаконно что-то рекламируешь, они будут блокировать раз в неделю. Это причем делает не человек, а робот. Мне почему-то... О, сейчас все скайп открывается. Не знаю, что меня так тормозит. Что-то у меня случилось с компьютером. Ладно. Вижу, Миша написал с одного до четырнадцати. На самом деле, у вас пятнадцать появился пятый человек, поэтому я сейчас попробую... Сейчас я возьму все данные со скайпа. Сейчас, господа, пару минут. Открываю статистику и открываю... Random.org. У меня он где-то открыт. Все. Так, сейчас я включаю обратный экран. Поехали. Берем от одного до пятнадцати, потому что пятнадцать человек у вас здесь и нету повторений. Хотя Михаил написал четырнадцать, но мы возьмем... А, правильно, от одного до четырнадцати все правильно, Миша написал. Так, генерируем результат. И это номер девять. Девять – это... Это, это, это... Андрей Виноградов Андрей. Эльфа-Рум. Я пока открою его сайт. Рекламируется сайт 12 месяцев. Ну, не буду открывать ВКонтакте. Вот, владелец вот этого сайта, в общем. И это сайт именно. Ну, и, собственно, я жду, пока тогда получится Михаил от него логин-пароль. А я пока посмотрю сайт. Ну, и, конечно, я жду. Продолжение следует... Так, Миша пока он, по-моему, молчит. Я пару слов своих скажу. Ну, первое, надо еще дополнительно узнать, сколько примерно есть звонков с этого сайта. Ну, хотя бы за какой-то определенный промежуток времени. И Миша ждет логины пока. Ну, подождем пару минут. Так, срочный выезд консультанта-замерщика. Ох уж эти сайты, которые влагают... Так... История. Да, и еще, пожалуйста, тематику тогда лучше еще написать. Хотя в рекламной кампании, в принципе, все будет понятно. Так, логин пароля получил. Пока выключу экранчик, с вашего позволения. Вобью логин пароль. Так, так, так. Так... Так, так... Продолжение следует... 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 нет минус слов ладно здесь в тонких настройках вот не прописаны полный счетчики метрики она предполагаю сейчас я еще не посмотрел метрики делегированные счетчик или нет это и счетчики на этом же аккаунте принципе все нормально просто есть часть еще один аккаунт которого гонится трафик и там надо прописать так смотрим за месяц за месяц тут только и россия и россия слава слова с элфа находим эту рекламную кампанию все очень просто вот она и по ней можно кстати здесь прописан полный счетчик метрики а здесь нет но в принципе это несущественно но вот интересно нет кстати единого набора минус слов что примечательно тоже и сейчас получим группу объявлений может просто не загрузились они так группа 1 единый набор минус слов 1 фару компании окей сейчас посмотрю вот все здесь фраза сейчас мы все посмотрим гардеробной системы ключи вот по два слова вообще замечательно это хорошо то есть ничего плохого тут естественно нету замечательно сейчас мы загрузим тогда наверное так эльфа рум даже еще давайте попробуем загрузить все вообще компании просто посмотреть по ним данные посмотрим насколько долго будет грузиться а пока посмотрим статистику в метрике ну по отчетам понятно да тут грустняшка потому что одна рекламная кампания работала как я понимаю надо значит смотреть метрику не эльфа онлайн а смотреть эльфа рум я предполагаю и тут и визитов больше и все то же статистики нету это значит рекламные кампании не работали возьмем поменьше возьмем месяц посмотрим отчеты метрику ну то есть там может работает все но работать например только сел например я говорю по директорами конечно же так ну и самое главное андрей напиши на что жалуешься потому что возможно на что ты жалуешься вот элфа рум пошел шведские гардеробные ау элфа строенные шкафы но отказа в принципе нормальное количество но конечно желательно снизить до 15 процентов было бы очень круто но если считать что это сайт так далее то в принципе хотя это может и не сайт быть с другой сейчас посмотрим это может и не сайт быть системы хранения купе своими руками своими руками говоришь так как сделать стройный шкаф своими руками что что там продаешь такое что своими руками у тебя ключи подходят ну я по поводу цели тоже не знаю как он вызов замерщика нажал на телефон давай возьмем вызов замерщика посмотрим понятно это лендинг скорее всего а нет это сайт тоже я понял то же самое в общем смысл какой первый сразу о чем я хочу спросить почему вообще есть ключи связанные с и довольно их много кстати ключей я сейчас ничего не хочу говорить про решетки так далее просто интересно почему своими руками вообще ключи есть например хотя процент отказов здесь может и небольшой и люди сидят но все равно как-то на стоит смотреть более детально опять же через грунт например через группировки собрать нормально ключи можно объявление даже отсюда убрать посмотреть только поисковые фразы чистой по рекламной кампании ну можно потом добавить явление если вдруг нужно просто объявление у тебя это ну ладно не судясь вот и посмотреть время на сайте опять же меньше 20 секунд до начнем с этого в принципе это отказы те самые можно посмотреть и включить система хранения на уделение системы хранения и это при действительно слишком широкий ключ то есть если его сейчас вбить в wordstat то я уверен что система хранения немножко широковатый ключ для того чтобы по нему полностью рекламировать хотя можно еще раз посмотреть это рекламная кампания она на поиске то есть тут есть ключ я считаю что просто ключ слишком широковат вот ну попробую объяснить вот как раз андрей пишет что форум была настроена не нами вообще непонятно сколько заказов с нее приходит заказчик сливать тысяч месяц я настраивал компании форум поиск гардеробной системы хотелось бы узнать про них вот но тут первым делом вот что сразу же бросается мне в глаза например это вот своими руками те самые ключи естественно но который желательно выбрасывать но это правдиво стоит хотя бы над ними подумать второе это система хранения слишком широкий я считаю ключ сейчас мы попробуем взять регион они регионы спросил 8 700 495 но как я понимаю москва сейчас мы посмотрим по элфа рум элфа рум москва московскую область берем москву московскую область вот она и вбиваем систему хранения сейчас у меня пройдет капча не могу использовать к сожалению русский опишек здесь потому что тогда у меня упадет трансляция система хранения 9000 довольно широкий ключ просто смотрим система хранения данных система хранения вещей система хранения икея и точно вот я бы не стал бы вот икея бы сразу бы отбросил система хранения конструктор информации то есть опять же открываем рекламную кампанию да и пытаемся найти геннобор минуслов хотя бы на эти ключи то есть пытаемся собрать ну давайте посмотрим хорошо пытаемся найти ключ вот из всех из всех наших рекламных компаний до на группы объявлений пытаемся найти своими руками своим ой нет извиняюсь к системам хранения сейчас мы в объем ключ система хранения сейчас загрузится все ключи так фильтр вот пишем система хранения система хранения система хранения хранения вот система хранения я настенная система хранения открытые вещей нет здесь нормально все так хранение я дать посмотрим а что у нас там было система хранения элфа пупы своими руками просто система хранения там наверно ключа все таки такого нету наверно просто мне казалось вот значит все окей тогда но тогда вопрос система хранения элфа 30 процента отказов значит надо посмотреть объявление для этого можно объявление объявление вернуть вот купе своими руками до сортируем опять же кстати сверху вниз по времени на сайте смотрим давайте самого маленького лучше пойдем на то и счет с 19 секунд начал так час сортиранется ребят пардон вот 0 секунд стеллаж гардеробный купить 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 а здесь 50 на 50 то есть либо это боты которые ходят по сайту ну их можно принципе чуть-чуть отобрать но я сомневаюсь что так получится и второй момент скорее всего просто сайт не загрузился вот например человек два раза пытался заходить и два раза у него отказа были но скорее всего это один тот же человек бумница 60 процентов серии ширина то есть вот пожалуйста ключ обувница 60 процентов ширина ну как бы шкаф куфе в комнату фото 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 причем это рекламная кампания на поиске то есть элфа рум да мы можем еще раз посмотреть сейчас посмотрим более детально она на поиске ли так 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 у нее стоит стратегии недельный бюджет давайте посмотрим тематические площадки но не тут и тематические площадки все вместе включено тут то есть тут такой каламбур просто идет то есть здесь идут и поиск и тематические площадки и одновременно здесь нету набора минуслов но во всяком случае так как есть да я смотрю то есть здесь идет и именно каламбур полный где идут фото где идет еще чего то то есть самая главная проблема это естественно ключи то есть любую я могу сказать что во всех нишах типа пластиковых окна вот опять же на заказ шкафы купе заказ какая-то мебель еще чего-то там надо уметь собирать ключи причем их собирать надо грамотно сначала собирать горячий потом собирать холодные если вы набрасываете все подряд это полная жопа ну вот в принципе вот показатель того что реально полная жопа есть 5 вот 5 переходов 3 секунды сидят духовой шкаф электричество страны какой лучше отзывы ну то есть полный трэш вот прямо видно причем но если посмотреть да более детально это переходы сейчас я открою даже смотрите это я не я специально оставил тут группировки и если посмотреть я а еще оставил поисковую фразу и условия подбора объявления то есть тут еще скорее всего включены что я уверен автор шейнепр раз и дополнительно релевантные фразы вот они включены за счет этого естественно понижается жестко ну за счет того что во первых тут нет минус слов включены дополнительно релевантные фразы идет набор вообще портну тут просто садом и гамора полный происходит то есть например такую рекламную кампанию нельзя переделать ее надо делать заново вот второе но это все что я пока могу сказать да опять же я это рекламную кампанию до этого не видел а а второе что можно еще посмотреть здесь можно это у нас форум можно здесь на посмотреть отдельно вообще чего нас на поиске происходит по рекламным кампаниям ну вроде 4 процента сетяра есть вроде еще ничего это у нас к форум рекламная кампания за 7 дней 7 дней по расходу расходы идет 1000 рублей на поиск 2000 на контекст ну тут кто тоже конверсии не посмотришь давайте посмотрим вообще по конверсиям снимем фильтр посмотрим по конверсиям вызов замерщика хотя бы за месяц гардеробные шкафы гардеробная система альф эльфа цены и человек провел 28 минут на сайте временное хранение вот временное хранение вещей в залу ну то есть здесь конечно полный трэш с ключами с этой рекламной кампании в принципе так все понятно если рекламная кампания бы была нормально настроен да вот с ключами тогда можно уже идти к опять же река уже ближе к объявлением смотреть объявление тут объявление просто нет смысла даже смотреть а ну-ка сейчас посмотрим так я делал новые компании они находятся в самостоятельных и сейчас включены давайте их посмотрим это это наверное вот эти как раз с россия ретаргетинг эльфа рума вот эти вот поиск так далее ну давайте просто посмотрим хотя бы вот все поиск да я просто возьму все ключи по поиску возьму все группы объявлений посмотрю сейчас все наши фразы я понимаю туда перекочевали все ключи из элфа рума кстати очень старый довольно таки рекламная кампания на 8 миллионов у меня есть во владении рекламная кампания которая еще до миллиона то есть там девятьсот девяносто одна тысяча порядковый номер на ней ну ладно смотрим ключи опять же фото смотрим второе это единый набор минусов здесь они есть отдельные детали так есть есть скорее всего вот это вот рекламная кампания а в ней тоже есть все отлично поехали дальше смотрим я просто смотрю как первое например для меня мусорное слово это фото на поиске фото точно использовать не надо ну я бы не стал хотя она есть дальше можно полазать посмотреть сколько всего ключи всего 1648 групп из них скорее всего столько же и ключей 1648 большая гардеробная белая гардеробная фото опять же да очень много ключей с фото то есть если просто убрать чисто ключи фото давайте посмотрим сколько их ну в общем то много довольно таки вот все ключи пример хранения пример ну еще проект куда не шло опять же да образцы гардеробных комнат да еще нормально фото опять же убираем слово фото и все дизайн гардеробные 2 квадратных метров фото не знаю я бы честно говоря убрал потому что не тот немножко соотец для того чтобы продавать какие то сейчас посмотрим кстати вот белые гардеробные фото даже для интереса куда идет с какого куда идет вообще шок шок я сразу просто перейду по ссылке и сразу же посмотрю куда идет вообще без трафика сельфо онлайн не смотреть а ну окей вот надеюсь там фото меньше гардеробная система интернет-магазин вот могу сразу сказать первая же ошибка какая то что когда мы делаем интернет-магазин да у вас есть гардеробная значит надо отправлять человека на гардеробную вот из-за чего кстати очень много приходит к нам интернет-магазинов потому что мы именно геморроимся с ссылками и с ценами то есть мы заморачиваемся именно если нужен интернет-магазин там гардеробных что-то я гардеробные никак не могу найти я могу детали найти да а вот сами гардеробные гардеробных нету или я что-то путаю вот мне нужна гардеробная я зашел по ключу гардеробного дать посмотрим ключи да простая полка для обуви вот я зашел на простую полку для обуви мне нужна простая полка для обуви а здесь полный полный трэш причем я попал вот сюда в каталог нет я открыл то что пока на ту ссылку которая у тебя стоит в объявлениях эльфорум у тебя вообще на даже на многих даже стоит просто эльфорум 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 каталог встроенные купе ну в общем любом случае то есть идет купе да хотя странно в в в в по поводу по поводу сайта ничего не буду говорить тут естественно он просто в виде каталога жесткого то есть тут как минимум с одним сайтом можно демороиться очень долго там цены прописать нормально делать каталог так далее вот главный еще вопрос что если у тебя идет гардеробные да вообще все гардеробные значит их отправлять надо на страницу государду то есть ибо ее делают либо на вот кардеробные комнаты значит надо паро влечение сразу же гардеробный помог естественно тут ссылки непроставлены причем ссылки довольно легко проставить просто тупо гардероб прям вот здесь питать фильтре и с помощью этого можно Ну вот вешалка гардеробная, наверное. Как туда попала вешалка-то гардеробная? Я уверен, что ты их не продаешь. Ладно, гардероб уже вот по этим ключам можно сделать просто шоп-категория, вот уже есть какая-то категория, но вот на многих ключах просто никуда не отправляется. То есть часть вот есть, да, какая-то категория, слава богу. Это полка для обуви, под обувь, но это, видимо, ты начал делать, но не закончил. Вот это, конечно, надо заморочиться. По полкам ты сделал, а вот по гардеробным, например, нет. Отправлять на гардеробные. Вот. Дальше. Как я понимаю, это все не было запущено, поэтому статистику отсюда выгружать, я думаю, бесполезно. Давайте попробуем все равно за все время. Я, конечно, бы начал с сайта, то есть я бы, если пришел ко мне человек такой, мы начали с того, что здесь нет конверсии в 3% и так далее. То есть есть конкуренты, открываем конкурентов, смотрим. У них сделано вот так, вот так, вот так, у вас сделано вот так. Плохо. Надо сделать, как у них, потому что все остальное, если просто тратить тупо в рекламу, это бесполезняк. То есть по большей части вы просто потратите большую часть денег в пустую. Но это правда. То есть клиентам в этом отношении врать бесполезно, нам им надо говорить правду. Вот. Дальше. Второе. Ну, естественно, я буду сразу говорить, что здесь вот этот каталог, он сам по себе, ну, просто неуместен, тут надо писать цены. То есть если у тебя есть там вот каталог, даже в Икеа, если открывать каталог обычный, там есть цены. Здесь цены нет. То есть я хочу вот это, как это заказать, непонятно, и сколько это стоит, непонятно. Да и непонятно, что такое вообще. То есть это вот эта штучка или все это, или еще что-то. То есть тоже непонятно. Это, конечно, плохо. Но это мы говорим просто уже о сайте. Сейчас у меня загрузятся данные по статистике. А, вот были запущены. Сейчас я тогда посмотрю. Вот. Давайте за квартал все-таки данные попробуем. Кроме алфорума. Сделать, что ли, тут фильтр или нет? Ну, переходов действительно очень много, но это стандартная история, я хочу заметить. То есть вот ты пришел, например, к заказчику, и очень часто такое видишь. Вот как бы смешно ни звучало. Причем я вам могу сказать, что к нам недавно обратилась компания по канализации в Москве и Московской области буквально месяц назад. И они тратят миллион рублей в рекламу, и у них он в ноль в ноль отбивается. То есть если открыть рекламную кампанию и посмотреть, там примерно такой же трэш, как и здесь. И при этом он еще и отбивается. То есть просто тупо вложением больших количеств денег уже перекрывается половина проблем. Так, должно уже загрузиться. Давайте посмотрим. Сразу же можно, опять же, открыть, посмотреть все ставки, да. Минус-слова нас не интересуют. Я не видел, там есть, да, видимо, есть минусовка. Охват аудитории в РСЯ тоже. Я буду на поиске сейчас смотреть, потому что самое главное сейчас сначала поиск запустить. Вот, и оставим все данные, а продуктивность надо было еще убрать. На продуктивность тоже особо смотреть нету смысла, даже сам Яндекс об этом говорит, что это просто типа напоминалка. Давайте посмотрим сети арки на ключах, если это было запущено. Ой, надо было вверх промотать. Ну, рекламная кампания не была запущена в ближайшей перспективе, поэтому тут CTR 0. Вот, зато есть ставки. Ставки видно, что, опять же, второе спецразмещение в основном касается. То есть, в принципе, здесь все окей, все нормально. Единственное, что надо все-таки что-то делать с ключами. Так, фильтра нету. Да, фильтр я снял. Вот, я бы, конечно, заморочился именно с ключами, и их очень хорошо бы поработал. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, тут фото нету, конечно, если убрать именно. Нет, есть все-таки. Alpha Photo, я бы, конечно, наверное, вот это все бы убрал. Да, люди любят смотреть картинки, но это немножко не тот сайт. То есть, сайт должен быть немножко другим, опять же. Стеллажи, сотовые, гардеробные. Ну, опять же, отдельная ссылка должна быть. Для этого объявления надо посмотреть просто. Система хранения вещей. Сетчатые гардеробные. Ну, и здесь, конечно, грустняшка. В общем, первым делом надо, опять же, еще раз пройтись по ключам. Все равно их почистить. Причем, чистить можно прямо здесь. То есть, никуда не уходить. Прямо здесь вбивать, все, искать и чистить. Это первое. То есть, образцы я бы оставил, а вот фото я бы убрал. Потому что все-таки ключ слишком грязный. Второе. Посмотреть объявления. Да, в объявлениях, что у нас должно быть. Ну, и те метки стоят. Хорошо. Значит, должны быть и быстрые ссылки. Вызов дизайнера, наверное. Вызов дизайнера. Прайс эльфа. Кстати, можно сделать на, да, на прайс, все правильно. Монтаж за один день. Да. И услуги и цены. Да, здесь все окей. И еще не забываем, что есть новое правило в Яндексе. Ну, уже полгода как на теменении есть. Кстати, может, у меня здесь фильтр стоял, поэтому CTR не показывал. Сейчас, пардон. Да, по ходу дела так и есть. Там просто фильтр стоял в объявлении. Забыл я его снять. Так. Обманул вас. Так, был CTR 100%. 50, 30, 26. Смотрим, где. Да нет, нормально даже, в принципе, работала она. 21 рубль. Гардеробное фото, кстати. Элфа. Тоже ключ. 4,76. Ну, кстати, показатель того, что даже гардеробное фото не работает как ключ. CTR 0. 14 показов. Ну, вот, кстати. 14 показов, 0 переходов. Просто потому, что цена 8 на поиске, она дотягивает до третьего спецразмещения. Но люди не кликают. 24 клика в гардеробные шкафы. Ох уж. Да, но стоит тут еще все равно поковырять ключи, я бы очень сильно посмотрел. И я бы еще разбил рекламные кампании. Вот есть гардеробные на горячие. Отдельные детали окей. Не вопрос, там, отдельная история. Вот гардеробные, например, я бы разбил бы на горячие, теплые, холодные. То есть, взял бы, например, заказать гардеробную. Гардеробная цена, ну и так далее. Все эти ключи я бы засунул в отдельную рекламную кампанию и с ними отдельно работал. Причем, можно клиенту очень круто показать, что у него говно сайт. Ну, и в течение, естественно, продать ему сайт. Ну, либо продать услуги своего друга, который занимается сайтом. Берете, запускаете одну рекламную кампанию, показываете просто, что рекламная кампания чисто с горячими ключами человеку. Нормально ее более-менее делаете, просто горячие ключи. Если не идут звонки, вот чисто заказать гардеробную, гардеробная цена и так далее. То есть, ключи, с которых 100% должен прийти хоть один клиент, например, там на 10 тысяч. Если это не происходит, то можно переделывать сайт. Ну, и просто бесполезно тратить остальные деньги. Поэтому я бы рекомендовал сделать именно горячую рекламную кампанию отдельную и вот такую штуку. Так, ретаргет. Но ретаргет мы здесь не посмотрим. Ну, и Россия. Давайте сделаем побольше еще. А, может быть, он на элфа. Элфорум нет. Правильно. Элфорум. Ладно, не будем сейчас заморачиваться. Нет смысла. Так. Можно сегментировать. Наверное, сейчас так и сделаем. И возьмем источники, директ, компании. И уберем рекламные кампании. То есть, я оставлю РСЯ и просто вот эти элфорумовские нормальные рекламные кампании. Остальные я трогать не буду. Вот их все, которые были включены. И это, собственно, сегмент. Это фильтр. И по ним можно посмотреть, насколько хорошо рекламная кампания работала. Так. Ну, здесь оставим все. И посмотрим по визитам. Гардеробные системы в кладовке. Гардеробные комнаты дизайн-проект фото. Ну, вот, кстати, переходы. Ну, люди сидят, кстати. Вот, на удивление, 248. Сейчас для меня удивление. Гардеробные системы алюминиевые. Ну, это не на слова пошли. Переминусовка. Каталог, да. Мебель для маленькой гардеробной. На удивление. Гардеробная комната фото. Тоже, кстати, люди сидят. Гардеробная комната 2 квадратных метра. Ну, да, люди, наверное, ищут просто конкретно. Гардеробные системы купить. Во, 30... А, 2 минуты. Вот, это хорошо. Вопрос только, почему не было заявок. Мебель для гардеробной заказать. 15 секунд производить для гардеробных комнат. 1,19, 0,8. Гардеробная ЛСДСП. Видимо, человеку хотелось бы подешевле. Хотя, может, там цены нет. Купить гардеробную систему через интернет. Ну, вот, опять же, тоже фото. 16 секунд. Вроде и не отказ, но очень критично к отказу. Шкафы для гардеробной комнаты фото. Смотрят все равно. Ладно. Соглашусь, что фото здесь, возможно, нужно. Но я бы все равно в отдельную рекламную кампанию запилил. Что-нибудь такое сделал. Эльфа купить. Эльфа купить. Купить. Хранение для игрушек стеллажа. Эльфа купить. 14 секунд. Так, а мы еще посмотрим, кстати, сейчас одну вещь. Любой рекламной кампании. Как тут настроено. Овторширение фраз отключено. Дополнительные ревантные выключены. Ну, все, значит, нормально все. Ну, вот это уже лучше, конечно, в разы. 100 тысяч миллионов. Эльфа. Вот, ключ эльфа. Вот, еще бы я с ним тоже подумал 10 раз. Крепление эльфа, крепление эльфа. Вот сам ключ, он слишком широкий. И по нему очень много чего можно показывать. В том числе, вот, есть отказы, потому что крепление эльфа. Где-то дилеры эльфа ищут. Эльфа мытища. Эльфа доставка. Эльфа двойной прямой крючок. Вот. Хотя, тоже. В общем, не знаю. Рекламная компания, в принципе, нормальная. Ее нужно, конечно, еще чуть-чуть, может быть, допилить. А, в принципе, она и хорошая. Вот именно это. Эти рекламные компании на поиске. Я вот про эти все три говорю. Я только их включал и РСЯ, по-моему, еще включал. Да, вот одна рекламная по ИС. Все верно. Вот она по ИС. Шкафку фоя в гардеробную купить. А теперь, Андрей, расскажи, что происходит именно с твоих рекламных компаниями. С них не звонят, звонят. То есть, что мне нужно здесь посмотреть, какая цель. Самое главное. Потому что, в принципе, рекламная компания – это нормальная. И допиливать ее… Ну, можно, естественно, я говорю, я бы фото… Все равно убрал бы фото. Лучше, ну, в самом таком крайнем случае, я бы просто фото перекинул бы в отдельные рекламные компании. Второе. Ну, фурнитуру, я предполагаю, это у нас ключи… Ключи селфа. Хотя, я понимаю, это отдельные детали фурнитуры и все остальное. То есть, надо как-то правильно сгруппировать просто. Вот. Но остальное нормально все. Вебвизор. Ну, можно вебвизор сайта посмотреть, но я думаю, что это геморрой просто будет очень большой. Я сейчас сортировку оставил специально. Да, ну и здесь, естественно, настроить фразу, опять же, да, фразу «Директ». А тут и маркет подключен, походу, делом. Сейчас. Вот. Гардеробные, элит, гардеробные Одинцово, гардеробные секции купить. Да нет, здесь уже все, в принципе, нормально. Поэтому нормальные рекламные компании ничего допиливать не надо особо. Вот именно эти. Это, конечно, трэш. То есть, если начинать с этого смотреть, то это трэш. Вот эти рекламные компании, например, они нормальные и хорошие. Я предполагаю, Россия тоже нормальная. Вот. Вот эти вот рекламные компании я бы не запускал. То есть, если это ключи реально отсюда, я бы их не трогал. А вот эти вот рекламные компании вполне нормальные. Единственное, опять же, да, повторюсь, надо разбираться с ссылками. То есть, с ними надо будет мучить. Вот и все. Поэтому, наверное, больше ничего мне добавить. Не стоит вообще добавлять и не буду. Господа.